Всем добрый день. Надеюсь, хорошо пообедали, да? Со своей стороны я приложу усилия для того, чтобы вы не уснули. Значит, тема выступления в KPI. Как их устанавливать, как они будут работать и для чего они нужны. Вы знаете, очень сильно этот доклад действительно пересекается с тем, что было до этого. Есть всегда идеальная схема, когда мы идеально что-то разрабатываем. Нам рассказывали про хантеров, фармеров. Скажите, у кого такая схема полноценно внедрена и 100% работает? Один человек. Это спикеры. А, из спикеров, да? Понимаете, вот в чем вопрос? На самом деле есть идеальная картина мира, которую мы хотим представить, а есть те реалии, в которых мы работаем. Мы с вами поговорим как раз про те реалии, в которых мы сейчас работаем. Знаете, впервые с CRM-системой я столкнулся в компании МТС. Там работает порядка 60 тысяч сотрудников в разных регионах. Я работал в корпоративном центре. И мы устанавливали CRM. Это было такое представление, очень сложная, громоздкая система. Год внедрения. И если ты хочешь внести какое-то изменение в CRM-систему, то нужно становиться на очередь, и через год твое изменение будет внедрено. Скорее всего, это будет не нужно, это изменение. Поэтому, когда мы устанавливали какой-либо показатель, мы четко смотрели, а действительно ли этот показатель будет нужен, и понимали, какие действия будут предприниматься. Следующий важный момент. Когда от тебя до человека, который будет использовать, ориентироваться на KPI, порядка пяти уровней, ты четко понимаешь, что должен все максимально упростить, чтобы ничего по-другому не было понято людьми. Поэтому мы выработали несколько принципов по работе с KPI. И установки этих KPI, и их использованию. Первые принципы – это почему нужно устранить те нюансы, которые не позволяют KPI работать. Значит, не те KPI установлены. Сегодня уже поднимался вопрос, какой основной критерий эффективно работающего отдела продаж. Прибыль, еще варианты. Ну не стесняйтесь, очень большая прибыль. Знаете, в чем проблема в этом показателе? Безусловно, да. То есть прибыль – это, представьте себе, есть тренер, который готовит спортсмена к олимпийскому выступлению. И у него единственный критерий, по которому он его готовит, выиграл спортсмен через 4 года олимпийские игры или не выиграл олимпийские игры. Если он выиграл – молодец, здорово. Если не выиграл – ну что ж ты так, давай ты лучше тренируйся на следующий год через 4 года. Почему я специально взял там такой промежуток времени 4 года? Потому что для большинства бизнеса вот тот месяц, который мы внутри ничего не контролируем, он может быть уже абсолютно критичным. А те 3 месяца, про которые говорили сегодня, что испытательный срок проходит месяца, они абсолютно критичны для всей компании, когда мы человека не выводим на работу. Значит, следующий момент. Всегда есть альтернативные точки зрения. На всех тренингах по продаже мы всегда говорим, нет в продажах правильно или неправильно. Есть то, что работает, и то, что не работает. Если у человека работает так, да ради бога. Если он выходит на показатели, на результаты, мы объясняем ему, как можно сделать лучше, у других работает, но у него работает совершенно по-другому, ради бога. И вот результат у него должен быть зафиксирован. Вопрос в том, что путь к этому результату может быть разный. Результат в продажах. Смотрите, нет, мы сейчас говорим немножко о другом. Когда мы в процессе обучения человеку даем конкретные задачи, которые он должен выполнять, он должен решить эту задачу. Какие задачи внутри его результата лежат, мы тоже поговорим с вами, и как их устанавливать нужно будет. Но это тоже выполнение этой задачи, тоже результат выполнения этой задачи. Значит, первый момент, самый важный, не те KPI установлены. Потому что мы с вами поговорим чуть дальше о ретроспективных показателях. Так вот, результат, это абсолютно не тот показатель, который нужно измерять в течение работы, и на него практически невозможно повлиять. Это уже тот олимпийский результат, который показал человек на соревнованиях. Все, мы на него внутри повлиять не можем. Соответственно, должны быть те KPI, на результате которых наступает… А что, кстати, вот, допустим, мы вывели правильные KPI, да? Мы определили, что нам нужно контролировать, допустим, количество звонков у менеджера, да? Что должно произойти, когда мы увидели, что плохо или хорошо? Что должно произойти? Изменения. Какие изменения? О чем? Ну, изменились. Мы увидели, что сегодня менеджер сделал на 5 звонков больше, чем сделал вчера. Итог что? Итог звонков. Нет, так продажи не было. Редко, когда с холодного звонка прям сразу был продаж. Мы об этом говорили, что это либо короткие продажи, либо назначение встречи. Итог звонков. Это сейчас немножко мы поговорим и про активность, и про эффективность. Вопрос немножко в другом. Если у нас есть показатель, про систему мотивации тоже поговорим, я сейчас немножко о другом. Каждый день мы будем мерять его показатели, или как для системы мотивации? Ну, и как это будем мерять? Три дня выполнил, два дня не выполнил. Уволен. Ну, как вариант, да. Хорошо, давайте вернемся к тому, о чем мы говорили. Значит, у человека есть KPI. Он его выполняет или не выполняет? KPI есть смысл мерить только в том случае, если по результатам этого измерения мы предпринимаем какие-либо действия. Если у нас есть бизнес-процесс, который автоматически запускается по результатам этого KPI. Когда мы внедряем CRM-системы у клиентов, и они говорят, вот я хочу, чтобы в CRM-системе была видна вот эта табличка, или вот этот вот отчет, или еще что-нибудь. Вопрос, который позволяет, и вам позволит, и позволяет многим людям понять, что многие отчетности, они не нужны. Это вопрос, какие управленческие решения на основании этой таблички я буду принимать. И смогу ли я, если я хочу ежедневный отчет, смогу ли я эти решения предпринимать ежедневно? Потому что бессмысленный получается отчет, правильно? То есть, соответственно, мы обращаем внимание на этот вопрос. Значит, теперь вопрос, как мы измеряем KPI, да? То есть, вот, если у нас много, это то, о чем я только что говорил, если у нас много KPI-ов выставленных, много задач, много таблиц и отчетов, мы понятия не имеем, что с ними дальше делать. И самое главное, если у нас нет бизнес-процесса, который строится на основании этих показателей, все эти показатели бессмысленные. Значит, теперь вопрос, как измерять? Наверное, когда многие начинают заставлять менеджера по продажам делать звонки, заполняется Excel-овская табличка, в которую менеджер пишет, сколько он сделал звонков. Некоторые измеряют эффективность по воронке продаж, как менеджеры автоматически сами переводят сделки. Так вот, если мы берем кристально чистых менеджеров, даже те, которые хотят заполнить отчет кристально чисто, как, где будем делать талию, менеджер будет решать в своем случае самостоятельно. Если мы не дадим четкую инструкцию, где эту талию делать. Так вот, а что касается отдела продаж и то, что касается активности, все показатели должны измеряться автоматически. Нет никакого смысла измерять, чтобы менеджер считал количество звонков, количество минут, которые он проговорил. все показатели должны быть автоматически считаться. Допустим, один из CRM Bittrex 24 позволяет буквально за неделю внедрить и звонки прослушивания, и статистику, и все остальное. Поэтому, если мы говорим, что это сложно, это дорого, вот пять лет назад действительно это было дорого. Действительно, внедрение CRM было миллионы, стоило, да? Вот сейчас CRM может каждый взять, поставить на месяц бесплатно и за этот месяц понять, что это CRM принесет человеку. Значит, дальше мы определили, какие KPI измерять, да? Дальше мы определили, как их измерять автоматически, и потом наступает, что? Суровая реальность, да. Значит, как вы думаете, когда менеджер получает систему мотивации, первое самое, что он делает? Новую систему мотивации ищет лазейки. Абсолютно верно. То есть, какая бы идеальная система вы ни придумали, первое, чем будут заниматься менеджеры, это искать способы, как уменьшить свою нагрузку. И это нормально. И лучшие менеджеры так и будут делать. Вы знаете, что можно заставлять, есть там хантеры, фармеры, да, мы еще немножко их затронем, можно заставлять людей делать звонки, но если он выполняет план продаж ходя на встречи, занимаясь нетворкингом или еще чем-нибудь, возникает вопрос, а нужно ли его заставлять делать холодные звонки? И вот та тема, очень многие предприниматели приходят к нам именно с вопросом, а давайте, ну вот наши менеджеры очень неплохо продают, то есть у них есть хороший объем и продаж, давайте мы их заставим еще у них полдня свободного, давайте мы их заставим делать холодные звонки. Не заставите, никогда вы их не заставите делать холодные звонки. И вот знаете, что в этой чудной системе фармеры-хантеры, которую нам презентовали, происходит в реальности? В реальности хантерам, человек, 90% хантеров, они становятся фармерами, по факту. потому что есть понятие выгорания, то есть человек всегда сравнивает, он прилагает массу усилий для того, чтобы искать, искать, искать новых клиентов, а потом в какой-то момент он понимает, что всех клиентов, которые он привлек, другие обрабатывают, ему нужно бегать постоянно в тяжелом режиме, то есть продавец, эта профессия выгорает, то есть человек эффективно хантером может работать 2-3 года, большинство, нет, понятно, что есть люди, которые могут всю жизнь продавать и всю жизнь хантить, но в 90% компаниям, почему эта схема, может быть в России не такая очень рабочая, потому что типичная схема, когда люди, мы или набрали хантеров, они набрали клиентскую базу и стали фармерами, и начали работать с этой клиентской базой, и ничего плохого в этом нету, потому что делать холодные звонки, бегать за клиентом, это признак молодых менеджеров, которые выходят на рынок, почему, скажите мне, есть у вас у кого-нибудь профессионалы по холодным звонкам, которые с утра до вечера делают холодные звонки? 1, 2, 3, 4. Знаете, мне это удивительно, в зависимости, конечно, от продукта, потому что, если менеджер делает хорошо холодные звонки, то он фактически выходит на совершенно другой уровень, когда он уже с клиентом не делает холодные звонки, он к своим клиентам делает только теплые звонки, он работает с той подогретой базой, это уже не холодные звонки. То есть по практике, по практике в различных компаниях, в различных отраслях, если менеджер вступил во взаимоотношения, в установление контакта, у него хорошие взаимоотношения с 400 клиентами, он уже практически не должен делать холодных звонков, только просто для чуть-чуть наполнения и поддержания, потому что, если вас знают и любят 400 клиентов на рынке, у вас есть постоянный поток клиентов, поэтому очень мало реально успешных менеджеров по холодным звонкам, которые через какое-то время не переходят на другой принцип работы. Как вы думаете, почему это происходит? Проще, да, то есть человек всегда идет по пути на меньшего сопротивления, то есть человек ищет способы, где проще, где можно зарабатывать. И руководитель, понимая, что человек, менеджер ведет клиентов на 10 миллионов, он будет ему платить дополнительные бонусы, мотивации, потому что понимаешь, что если человек уйдет, а попробуйте заставить человека с зарплатой 200-300 тысяч бегать и искать новых клиентов, если у него все хорошо в жизни. Он либо уходит в свой бизнес, создает похожий бизнес, да, с этими клиентами, либо он никуда не будет бегать, попробуйте его заставить. Поэтому, вот, когда мы устанавливаем любые KPI, во-первых, если мы их установили, это не значит, что они один раз и на всю жизнь. Во-вторых, всегда становитесь, об этом чуть позже поговорим, значит, всегда имейте в виду, что все будет по-другому. То есть любые планы, которые вы устанавливаете, вот вы знаете, что ни один план никогда не выполнился на 100%, вы знаете об этом? Вот планы продаж, которые мы ставим, ни один план на 100% не выполнился никогда. Согласны или не согласны? Может быть, у кого-то есть другие, мнения. Он либо выполняется на 95%, на 98%, на 99% или на 50%, либо на 150%, на 300%, на 400%. План – это некий ориентир, понимаете, к которому мы идем. И если мы, выполнив план на 300% в этом месяце, понимаем, что просто неправильно был установлен план, на следующий месяц мы устанавливаем такой же план, а что мы делаем? А может быть, это была дана продажа или две продажи, которые не повторятся в следующем месяце? Мы проанализируем, почему это произошло, и дальше уже будем устанавливать другие KPI. Соответственно, когда мы устанавливаем любой KPI для отдела продаж, а мы с вами проговорим, какие возможны KPI дальше для отдела продаж, всегда есть несколько сторон, с которых мы должны посмотреть на этот KPI. То есть, первое – это сверху, это руководитель. То есть, мы всегда должны задать себе вопрос, а что я получу, какой цели я добьюсь, измеряя этот показатель. Вот, к примеру, тот же план продаж. Как руководитель устанавливает план продаж? От той прибыли, которую он хочет получить. А как на план продаж смотрит менеджер по продажам, который ему нужно выполнять этот план продаж? Как он оценит? Как он себе план продаж установит? Что? Ну, к примеру, ну, теоретически, если бы у него было, ну, иногда некоторые спрашивают, а какой ты хочешь план, ну, ты сможешь выполнить план продаж? И он говорит, столько-то. Как он поставит? От чего он ее поставит? По прошлому показателю, ну, смотрите, он посчитает те усилия, которые он должен приложить для того, чтобы выполнить этот план. Он понимает там ориентировочно плюс-минус свою конверсию, с которой может выйти. Он понимает, сколько ему нужно звонков сделать, понимает, сколько нужно провести встречи, и он установит этот план, теоретически, если он будет его корректно устанавливать, да, не будет пытаться его снижать, он его установит из возможностей его действий, которые он сделает. и мы должны это тоже учитывать, потому что, если мы ставим план продаж, допустим, вот я приведу вам пример, нам нужно было устанавливать тесты в одной компании. Ну, то есть, тестирование продукта, это есть продажа у менеджера, у хантера, который ищет этих клиентов. Значит, менеджеры говорили, что невозможно выполнять план продаж, который установил руководитель. Руководитель требовал 10 тестов в день. То есть, если прикинуть, то получается, делая 100 звонков в день, это достаточно высокий показатель, если идет хоть какой-то диалог. Делая 100 звонков в день, нужно иметь конверсию в 10%. То есть, с одной стороны, он понимает, что для его бизнеса этот показатель интересен, но с другой стороны, менеджеры на исходящих звонках просто не в состоянии выполнить этот план. На самом деле, люди могут выполнять такие планы. И вот тут вот интересный, важный момент, показатели, как реагирует сам отдел продаж на те показатели, которые есть внутри. Если весь отдел продаж выполняет, допустим, в нашем случае, два теста, приходит новый человек, он делает два теста. Если весь отдел продаж выполняет пять тестов, приходит новый человек, он делает два теста в первый же день работы. Если весь отдел продаж работает и выполняет 10 тестов, то менеджер, который приходит, он либо выполняет пять тестов на 2-3 дня, либо он уходит из компании просто. И вот тут очень важный пример. Я хотел рассказать, когда я слушал предыдущего докладчика, по поводу сложной системы подбора персонала, как нужно делать. Поскольку мы стремимся все упрощать, то мы делаем подбор несколько проще. У нас на подбор человека уходит 5 минут. Мы тоже проводим групповое собеседование, тоже приходит несколько людей, каждый из них представляется, что он видит. У большинства руководителей, кто занимался когда-либо продажей, они увидят того, кто сможет в принципе теоретически продавать. А все остальное нам нужно определять все нюансы, детали, его психотип или еще что-нибудь. Может быть нам проще взять этого человека, посадить на 2 часа за телефон и посмотреть, если он, допустим, занимается холодными звонками, дать ему скрипт, как показывали вначале, посмотреть, как он воспринимает этот скрипт и дать ему тестовое время, 2 часа он позвонит. Если он выполняет те поставленные нам планы, пусть выполняет. При правильно установленном KPI менеджер оценивается. Во-первых, мы если обучаем менеджера, он должен за один день войти в работу. Потому что часто очень бывает, 2 недели мы обучаем менеджера, он начинает работать, и все равно он узнает, что реально происходит с клиентом, только когда начинает общаться с клиентами, когда пропускает через себя это. То есть реальное обучение начинается после общения с клиентом. Базу ему нужно дать, подготовить материалы, чтобы он за день вошел, на второй день он начал работать. Понятно, что такое ретроспективные показатели, что такое оперативные. Оперативные те, на которых мы принимаем решения. Ретроспективные – это оценка анализа уже работы. Вот тот основной принцип установки KPI. И по этому принципу мы берем менеджера… Если цикл продажи 3 месяца… Кто-то из вас говорил, менеджер отработал 3 месяца, его нужно увольнять или не нужно увольнять? Если вы задаете этот вопрос, все, это уже вопрос абсолютно бесполезный. Вы должны четко… Менеджер вышел… Вот смотрите, допустим, у нас цикл продажи 3 месяца. Нам, чтобы пройти этот цикл, нужно сделать определенное количество звонков. У вас есть статистика, да? Нам нужно сделать определенное количество встреч. Нам нужно правильно делать эти встречи. Мы можем отметить, что должен делать менеджер, и что он должен знать в первый день работы. В принципе, да, если у нас есть алгоритм пройденный, если он зафиксирован. Именно это мы и фиксируем на проекте. Он в первый день работы, он понимает некие базовые принципы. Это не значит, что его можно создать на продажу сложного оборудования. Но, по крайней мере, на прозвон и узнавание какой-то информации мы можем ему дать. Он может позвонить конкурентам, поговорить с ними. То есть задачи могут, в зависимости от компании, могут быть разные, но мы здесь можем протестировать. Мы понимаем, что через два дня он должен знать специфику или еще что-нибудь. Через неделю он должен делать еще что-то. И мы понимаем, выполняет он, проходит эти шаги, чтобы дойти до точки B. И нам вот эти показатели A1, A2, они гораздо более важны, чем тот конечный показатель. Потому что мы знаем, что если человек идет по определенному пути, если он проходит ключевые точки, он никуда дальше не уйдет. Но есть один важный момент. Кстати, воронка продаж строится по большому счету по тому же принципу. Очень хотел подробнее остановиться, как она строится, но уже времени нет. Вы можете на нашем сайте почитать. У нас порядка 250 статей, где расписаны все подробные, как строить воронку продаж. Самое главное, должны понимать, что воронка продаж должна пониматься всеми однозначно. Вот по поводу того, как измерять. Она должна быть абсолютно однозначной и четкой. Если отправлено КП, то КП уже с предложением, с цифрами. Да, это не просто какой-нибудь презентационный наш материал. То есть воронка продаж должна быть четко, жестко зафиксирована, где она переходит с одного этапа на другой. Значит, отдел продаж уже тоже не успеем разобрать. Давайте мне быстренько попробуем. Можно еще на 5 минут? Хорошо. А мы задержались, кстати, на 5 минут. Хорошо, смотрите. У нас есть три персонажа в отделе продаж, по-моему, которые есть в каждом отделе продаж. Есть звезда, которая продает больше всех, и он говорит, мне не указ, мне ваши KPI и все остальное неинтересны. Есть новичок, который стремится, рвется и что-то делает. И есть тот, который давно работает, но вот как-то уже уволить, уже с самого начала в компании работает, но вот сложно его уволить. Они занимаются… Теперь представим, вот три отдела продаж разберем. Представим, этот отдел продаж занимается холодными звонками. Какие KPI должны быть у этих людей? Не буду уже дискутировать, я просто скажу, что мы делаем обычно. Это количество звонков, которые должен делать. Это активность фактически. Это его требования по конверсии, по переходу с воронки продаж, по движению по воронке продаж и фактически закрытие на встрече, либо еще что-нибудь. Это те KPI, которые мы будем учитывать в промежутках по его работе. Они занимаются холодными звонками. Значит, они занимаются входящими звонками. Как вы думаете, какой самый главный показатель при работе с входящими звонками? Что? Какой коэффициент эффективности при работе со входящими звонками? Самый главный. Объем продаж? Конверсия. Все правильно. Потому что если нет входящих звонков у человека… У нас был очень яркий пример. Тот, кто был звездой продаж, тот, кто лучше всех продавал, имел самую худшую конверсию в отделе. Потому что он брал трубку, за две минуты понимал, человек ему интересен или нет, готов он покупать здесь и сейчас, и сливал клиента. И брал следующий звонок, огромный поток был организован. Он продавал больше всех, но у него конверсия была в четыре раза ниже, чем у самого худшего продавца, которого мы собирались уволить, но ему осталось меньше, потому что он детально прорабатывал клиента. Да, он-то делал больше, чем нужно. Он детально прорабатывал клиента, но он каждого второго клиента практически закрывал. И когда они занимаются поддержкой клиентов, какие у них показатели, как вы думаете, основные? Сегодня говорили уже, это план по большому счету по развитию этих клиентов. То есть понять первое, выяснить потенциал клиента, насколько он может быть развит, и развитие этого клиента. Теперь важный момент. Есть объективные показатели, когда активность делает звонки, либо не делает звонки, перемещается по воронке продаж, не перемещается по воронке продаж. А как же понять, насколько человек эффективно это делает? Как понять, знает он этот этап или не знает он этот этап? И часто очень такое бывает, что человек продал, несмотря на то, что накосячил по полной программе во всех пунктах сделки, потому что человек очень сильно хотел купить. Потому что он был подогрет вашим сайтом, был подойдет пиарами, рекламой, и он считает, что это нормальная позиция, потому что это продается, да? Ну вот так продается, значит можно так себя вести с другими клиентами. Понимаете, еще чем нельзя по результату, по конечному оценивать? Нужно понимать, что делают внутри. Поэтому мы должны оценить вот все этапы, которые проходит клиент, поставить свою внутреннюю оценку, как это должно проходить, то есть провести некий тренинг и базу, к которой он должен стремиться, идеал, к которой должен стремиться каждый менеджер, и оценивать, выполнил он эту задачу или нет. Мы запустили продукт ConverseL, который позволяет установить эти критерии для менеджера по продажам. И слушая их звонки, каждый звонок слушается и оценивается по тем критериям, которые установили. Достаточно просто, прозрачно для руководителя, и он понимает. Но как понять, продал он или нет, и почему клиент конкретно ушел или нет? Клиент приходит нам в определенной точке, то есть либо посередине, либо более холодный, когда насильно заставили или обманули его, либо более теплый. И менеджер делает какие-то действия, которые приводят к каким-то результатам. И каждое действие мы можем оценить, оцифровать, то есть он правильно выявил потребности, плюс сколько-то баллов. И таким образом клиент в процессе всего диалога идет и вперед, и назад. То есть менеджер может допустить какие-то грубые ошибки, но потом вытянуть за счет других вещей. И таким образом вы понимаете, насколько эффективно ваши менеджеры работают, насколько они выполняют те задачи, которые есть. Так, ну все, попытался вложиться. Спасибо вам большое. Если есть какие-то вопросы, есть время, нет? Ну, во-первых, аплодисменты, друзья, давайте. Во-вторых, давайте возьмем пару вопросов. Анастасия, бизнес-школа АМИ. Ну я без этих сейчас. У меня на самом деле шкурный вопрос. Хорошо иметь отдел продаж, и много людей, которые занимаются сходящими холодными звонками, когда большая компания. А теперь представим наш малый бизнес, который сегодня мы поддерживаем. Ну, просто нет денег содержать этих людей. Ну, есть такое ощущение, да, допустим. Вы, как специалист по продажам, как вы относитесь, или считаете ли вы целесообразным нанимать колл-центр для совершения как раз вот этих вот холодных звонков? И второе можно сразу же. И какие опасности, если да, там могут быть? На что обратить внимание? В Москве будет проходить конференция телесейлс или телемаркетинг. Как раз там я буду говорить, как выбрать колл-центр и как с ним работать, да? Но в двух словах тогда. Смотрите, колл-центр, если вы с ним не участвуете… Колл-центр – это менеджеры, те же менеджеры на продажах, на аутсорсинге фактически. У него есть инфраструктура, но никто никогда в жизни колл-центр не научит работать так, как его научите вы. И вы, колл-центр, может быть решением для простых задач, когда нужно быстро, срочно что-то сделать и по очень простому-простому скрипту. Нужно понять, что текучка в колл-центре. Представьте, вы будете вкладываться в обучение сотрудников, вы сами будете вкладываться. Поверьте, никто их за вас не обучит. Это однозначно. Вы будете вкладываться в обучение сотрудника, он завтра уйдет, потому что он еще работает на пяти проектах, помимо вашего. Поэтому колл-центр, он для простых решений, либо очень плотный бизнес-процесс взаимодействия с колл-центром. Еще один, если есть. Ну хорошо, тогда большое вам спасибо. Еще раз спасибо большое. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok